Уважаемые коллеги, очень приятно в очередной раз находиться в Питере и в такое прекрасное время, когда белые ночи, они очень стимулируют к таким избыточным научным процессам. Я позволю себе несколько изменить обычный свой доклад, поскольку не раз встречался с критикой по поводу слишком академичного подхода к изложению материала и непредставлению собственных данных и результатов. Поэтому спустя эти годы в онкологическом центре мы созрели для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, что то, что мы показывали, представляли на предыдущих конференциях и заседаниях наших, имеет право на жизнь и подтверждено и не в одной клинике. В верхней части слайда вы будете видеть, что здесь есть разные популяции пациентов, которые представлены и разные полученные данные. И начну я с первого, что мы сделали. Мы попытались модифицировать существующие режимы химиотерапии диссиминированных пациентов с сарковыми мягких тканей. И сравнили в качестве первой линии стандартный режим MADE, который мы привыкли давно использовать, с комбинацией высоких доз и фосфамида, и доксорубицина. Вы видите, режимы представлены ниже. Я позволил себе привести здесь два графика. Это теория дозозависимости, которая была представлена О'Брайеном в 1974 году и Робертом Бенджамином в 1993 году, которая показывает, что в зависимости от количества препарата, который мы вводим, мы получаем соответствующий эффект. Это, собственно, и послужило идейной подоплекой тех действий, которые мы предприняли. Вы видите сравнение двух популяций. Это 78 пациентов, которые получили высокодозную химиотерапию, и 50 больных, которые получали химиотерапию режимом MADE. Это все первая линия лечения. Приблизительно однородная группа. Вы видите эффективность. На это хочется обратить внимание. В высокодозной группе количество полных и частичных эффектов составило 43,6%, а при использовании режима MADE всего 24%. Эффективность в зависимости от гистологического подтипа. Вы видите, наибольшее количество полных и частичных ответов наблюдалось при синавиальной саркоме и леомиосаркоме, которые наиболее часто встречались в этой группе. Эффективность в зависимости от локализации и степени злокачественности. Собственно, не мудрено, что чем выше степень злокачественности, тем больше должна быть непосредственная эффективность лечения. И я прошу прощения за синий цвет. Здесь не очень видно, но можно отметить то, что практически в разы превышает группа высокодозная по эффективности в зависимости от степени злокачественности. И, собственно, видно дальше нижняя часть этих графиков взаимосвязь по локализации первичной опухоли. Наибольшее количество это конечности, и эффективность достаточно высока. Здесь 20-20 пациентов из общего количества 32 при локализации на конечности был достигнут непосредственно эффект в виде полного или частичного ответа. Соответственно, возникает всегда вопрос, развитие химиотерапии идет по пути увеличения эффективности и попытки снижения токсичности. Если мы даем высокие дозы как антрациклинов, так и алкилатов, насколько это вообще переносимо и насколько это тяжело для пациентов. Но хочу вам отметить, что наиболее значимая токсичность, которая была выявлена в группе высокодозного и фосфамида и доксорубицина, это была кожная токсичность, центральная нейротоксичность и анемия. Но остановлюсь поподробнее. Что такое центральная нейротоксичность? Есть разные понимания. Есть нарушение сознания, есть угнетение когнитивной функции и так далее. У наших пациентов, у большинства, которые получали этот режим, отмечали всего лишь сонливость и не более того. В отношении драматологической токсичности это интересный такой результат, который был тоже получен опытным путем. При введении больших доз и фосфамида кожа человека приобретает такой достаточно коричневый, загорелый, скажем так, до конца здорово загорелым его назвать нельзя, но загорелый серый вид, который полностью проходит и восстанавливается спустя где-то 2-3 месяца после окончания терапии. Вы видите сравнение токсичности двух режимов. Нельзя сказать, что здесь какие-то из ряда вон выходящие разночтения между двумя использованными режимами. Но и самое главное, мы дошли до результатов. Обратите внимание, первый график увеличения выживаемости без прогрессирования на 44%. И увеличение общей выживаемости в 2 раза. Если мы берем группу МЭЙД, это 10 месяцев, и группу высокодозного фосфамида с доксорубицином, это 19,2 месяца. Соответственно, опять-таки, возвращаясь к первому графику, где была показана доза зависимости, мы знаем, что медиана выживаемости для диссеминированных пациентов сарковой мягких тканей ограничивается в основном 10-11 месяцами. Если мы вводим низкие дозы препаратов и получаем те же 10 месяцев, возникает вопрос, нужно ли это делать. Соответственно, если делать, то какой режим выбирать. И в резюме по этой когорте полученные результаты показали, что режим эффективен для следующих гистологических подтипов. Наиболее эффективно это синавиальная саркома, это липосаркома, это злокачественная фиброзная гистиоцитома. И низкая эффективность в отношении леомиосаркома. Показанное увеличение времени без прогрессирования на 44% и показатели общей выживаемости вдвое, говорит о высокой эффективности режима и необходимости изменения стандартов. И низкий уровень приведенной здесь токсичности этого режима обусловлен от достаточно объемной сопроводительной терапии. И это говорит о том, что он должен использоваться только в специализированных клиниках, которые занимаются лечением саркома. Полученные результаты позволили нам подумать, доказав эффективность химиотерапии в лечении сарком мягких тканей, поскольку этот вопрос был дискутабельный достаточно долгое время. И в группе диссеминированных больных мы видели, что да, химиотерапия у некоторых работает, кому-то она помогает, у кого-то она не работает. Но взяв общую популяцию и получив увеличение общей выживаемости вдвое, мы позволили себе проверить это на группе предоперационной химиотерапии, включив туда пациентов исходно операбельных с маленьким размером опухоли, это даже не местно распространенные процессы, опухоли высокой степени злокачественности, второй и третий, соответственно, и использование чуть-чуть модифицированного режима того же высокодозного эфосфамиды и доксорубицина с уменьшением межкурсового интервала. Для чего это было сделано? Для того, чтобы попытка химиотерапии не повлияла на условия резиктабельности и при отсутствии эффекта не скомпрометировала состояние больного в отношении его дальнейшего прогноза. Я не буду подробно останавливаться на локализации, вы видите, что большинство пациентов было на конечностях. Эффективность в зависимости от морфологического подтипа. Всего 30 пациентов. Видите, один полный эффект достигнут при леомиосаркоме, при том, что в предыдущей когорте больных, где семи нервов, мы показали, что эффективность при леомиосаркоме достаточно низкая. Токсичность. С учетом уменьшения курсового интервала и проведения всего 4 предоперационных курсов, мы выдержали тот достаточно маленький промежуток времени, который не позволил вызвать значимое угнетение кровотворной функции. И в отношении гематологической токсичности я не могу сказать, что использование режима с 14-дневным интервалом по сравнению с 3-недельным сильно различалось. А вот это то, что было крайне интересным. Мы сделали оценку по критериям рецисты ЧОИ эффективности и дальше провели корреляцию со степенью лечебного патоморфоза. И красным вы видите те случаи, когда они совпали. Из 30 пациентов совпало всего 5. И очень большой процент был, когда мы получали, например, частичный ответ. Мы видели сокращение размеров опухоли, но морфологи нам говорили, что они не видят там патоморфоза. И абсолютно наоборот, опухоль увеличилась в размерах. По критериям рецист мы, в принципе, должны были регистрировать прогрессирование опухолевого процесса. Но при этом морфологи говорили, что живых клеток практически не осталось. Это тот вопрос, который сейчас, в принципе, стоит и стоит в мире, поскольку не мы одни столкнулись с этой проблемой. Вопрос, как это оценивать и что с этим делать, но это чуть позже в выводах. Здесь вы видите влияние наличия лечебного патоморфоза на время без прогрессирования и общую выживаемость. Две достаточно различаемые кривые. И вы видите процент достоверности, проверенный этими различными методами, не вызывающие особого сомнения. Какие мы сделали из этого выводы? Что проведение предоперационной химиотерапии может улучшать отдаленные результаты больных с резектабельными саркомами мягких тканей в высокой степени злокачественности. Попытка интенсифицировать режим не показала увеличение непосредственной эффективности, поэтому это требует дальнейшего изучения. Отсутствие корреляции между оценкой эффективности по принятым в настоящее время критериям и степени лечебного патоморфоза говорит о том, что возможно проведение четырех курсов предоперационной химиотерапии без проведения непосредственной оценки эффективности после двух курсов, при условии того, что это не влияет на условия резектабельности опухоли. Больным с низким лечебным патоморфозом, как было видно из последних двух графиков, необходимо что-то делать на послеоперационном этапе, либо использование альтернативного режима химиотерапии, либо использование лучевой терапии, поскольку прогноз у них плохой. Рентгенологическая оценка эффективности проведенного лечения должна проводиться с применением стандартных методик в комбинации с изменением плотности опухолевой ткани. И существующие в настоящее время критерии оценки эффективности не могут быть использованы для сарком мягких тканей по отдельности. Это тоже дискутируется на всех мировых конгрессах. Мы пришли к тому, что даже измененные критерии РИЦИС для сарком мягких тканей неадекватно показывают эффективность проведенного лечения. Но, понятное дело, что основываясь на полученных результатах, хотелось бы изменить те стандарты, которые имеются для лечения этой группы больных в нашей стране. Следующая популяция – трабектидин. 53 пациента, вторая и более линия. Распределение в зависимости от морфологического подтипа. Всего 4 из них. Наибольшее количество больных представлено леомио-саркомой. Распределение в зависимости от расположения первичной опухоли. Наименьшее количество расположения на туловище. В зависимости от степени злокачественности, понятно, что большинство из них – это вторая, третья или есть группа с неизвестной, поскольку не все пациенты проводили лечение первично в нашей клинике. Какие результаты мы получили? Контроль роста опухоли составил 54%. При этом объективный эффект не превысил 9%. Непосредственная эффективность в зависимости от гистологического подтипа, отсутствие полных эффектов. 5 частичных ответов, что составило 9,4%. И огромное количество стабилизации в виде 52,8%. По переносимости мы отметили 3 случая рапдомиолиза, один с летальным исходом. В принципе, можно сказать, что препарат достаточно хорошо переносим по сравнению с высокодозной химиотерапией. И полученные результаты. Время до прогрессирования – 1,95 месяца. Вот этот результат, который абсолютно неудовлетворительный, к сожалению. И общая выживаемость не превысила 10,6 месяца. Но в настоящее время мы подумали, что у нас есть группа больных, которая пережила вот эту медиану. И мы сделали отсечку. И сейчас обрабатываем и пытаемся понять, кто же вот эти пациенты. Как их выбрать с самого начала. Кому этот препарат показан. И кто от него получает наибольшую пользу. Поскольку если брать 53 и вот этот хвостик оставшийся, может быть, это позволит ответить на этот вопрос. Также был проведен подгрупповой анализ. При леомиосаркомах матки, диссеминированных. Различий получено не было никаких. Хотя, в принципе, по некоторым данным, в литературе описывается, что чувствительность леомиосарком матки несколько выше, если бы леомиосаркомы располагались либо на конечностях, либо за брюшином. Какие выводы из этого можно сделать? Что, в принципе, мы пополнили наш арсенал, который был скуден и, по большому счету, до сих пор остается скудным. По эффективности, конечно, очень интересно, как вычленить этих пациентов, которые находятся после медианы в 10,5 месяцев. И еще интересным открытием, которое было, то, что препарат высокоэффективен оказался при синавиальных саркомах, что, собственно, послужило причиной внесения изменений в рекомендации ЭСМО. Популяция пациентов, которые получали позапонив в качестве второй и третьей линии лечения. Видите, распределение. Я остановлюсь на наиболее интересных моментах. Время до прогрессирования 6 месяцев, общая выживаемость 14 месяцев. Распределение в зависимости от степени злокачественности. Тоже маленькое количество непосредственных ответов. Но что интересно и важно, мы выделили группу пациентов, которым необходимо использование этого препарата в качестве первой линии. Это пациенты с альвеолярной саркомой мягких тканей, светлоклеточной саркомой и солитарной фиброзной опухолью. Это три гистологических подтипа, при которых препарат показал эффективность выше 9 месяцев. Это медиана, времени до прогрессирования. Ранее были неоднократные попытки использования цитостатической терапии, но цитостатики здесь не работают. Поэтому, поскольку препарат не рекомендован в качестве первой линии лечения, я призываю вас, если вы будете встречаться с такими подтипами, все-таки его использовать. Последняя популяция, на которой я хотел бы сегодня остановиться, это ангиосаркомы. Это 19 пациентов, которые мы набрали за последние 10 лет и которые проходили лечение в нашей клинике. Мы использовали комбинацию гемцитабина и доцитоксела с поддержкой колоннестимулирующими факторами. Вы видите, как представлена локализация первичной опухоли. Это и верхняя полая вена, и головной мозг, и мягкие ткани, сердце, забрюшинное пространство, молочная железа. Из 19 пациентов 6 было с локализованной стадии, остальные с диссеминированной. Мы позволили себе сравнить отдаленные результаты, оставив группу только диссеминированных больных. Медиана времени до прогрессирования составила 8 месяцев. При медиане общей выживаемости в 16 месяцев. В настоящее время наибольший опыт опубликован, это 47 пациентов, это опыт Мемориал Слоун Кеттеринг, и результаты не превышают 12 месяцев. Поэтому это альтернатива использования к тем режимам, которые у нас есть. И я хотел бы сказать, что то, что мы делаем, эти результаты, они, к большому сожалению, занимают достаточно много времени, чтобы их обработать, получить. И вот то, что я представил сейчас, это, в принципе, последние данные, которые использованы в мире, за одним исключением, не хватает последнего препарата, который практически был несколько дней назад зарегистрирован для лечения сарком мягких тканей. Вы его знаете под названием Холовен или Ирибулин, который зарегистрирован для лечения метастатического рака молочной железы. Но мы в руках его пока не держали, поэтому посмотрим. И надеюсь, что на последующих конференциях будет возможность рассказать об этом. И хочу всех пригласить на очередную международную конференцию саркомной группы, которая будет 13-14 октября у нас в клинике в Российском онкологическом научном центре. И вся подробная информация будет на сайте. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Александр Александрович, вы сказали о нейротоксичности, кардиотоксичности, гипертоксичности и прочее. Все препараты, все фирмы представляют. Мы обычно применяем несколько препаратов, то есть не монотерапию, а комбинацию химиопрепаратов. И часто получаем при высокодозной терапии, в том числе и в детском возрасте, проблемы той же нейротоксичности. Кто изучает это, кроме представителей фармацевтических компаний? И вот эти сочетания этих осложнений, этим должны заниматься химиотерапевты? Или кто, вы считаете, должен изучать этот вопрос? Химиотерапевты, конечно. Мы же вводим препараты, должны каким-то образом это оценивать. Но эти больные лежат в хирургических отделениях обычно. Это плохо. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. Добрый день. Я хотел бы прокомментировать Ваш вопрос, Мамед Джавадж. Я еще считаю, что этим должны заниматься неврологи. Потому что в той клинике, где я сейчас возглавляю отделение онкологии, у нас многопрофильный центр, и там есть отделение неврологии. И мы совместными усилиями весьма неплохо с этими осложнениями справляемся. И поскольку уж мне достался микрофон, Сан Саныч, позвольте два вопроса по первой когорте больных. Хотел бы Вам сказать большое спасибо за очень интересное представление. И в связи с этим два вопроса. Первый момент. Была ли отмечена кардиотоксичность какая-то? Я ее не заметил в таблице. И в связи с этим я хочу спросить, это Вы превентивно вводили какие-то кардиопротекторы, типа кардиоксана, или просто группа больных молодого возраста, и не было каких-то особых проблем. Это первый вопрос. И второй вопрос. Длительность стабилизации. Как долго длилась? Потому что понятно, что там частичный ответ, полный ответ, а вот длительность стабилизации. Это чрезвычайно важно. Спасибо. Спасибо Вам большое за вопрос. Медиана времени до прогрессирования, она там была указана. Если общая выживаемость 19,2 месяца медиана, общая выживаемость, то медиана выживаемости, по-моему, там у нас была порядка 10,2 в группе высокодозной. Возвращаясь к первому вопросу, за 15 лет, то, что я занимаюсь лечением этих больных, у меня было всего три случая кардиотоксичности. Причем дозы антрациклинов мы превышаем в разы по сравнению с рекомендованными. Максимум, который используется у нас в клинике, до 2 грамм на квадратный метр антрациклины. Почему? Потому что если брать диссионированных пациентов, мы переходим тот пик, потому что нет других активных препаратов, и мы возвращаемся к антрациклинам 2-3-4 раза за время лечения пациента, что позволяет дать годы жизни. Поэтому этот вопрос тоже меня интересовал, и интересовался с другой стороны. Опубликованы результаты, когда, например, у больных, которые получают адювант по поводу рака молочной железы, средняя кумулятивная доза составляла порядка 475 мг на квадратный метр. С чем это связано? Мне кажется, что вероятнее всего есть какие-то генетические к этому предрасположенности. По поводу кардиотоксичности, за все время три случая. Продолжение следует...